Итак, дорогие друзья, переходим к более глубинным разминаниям мышечных структур организма человека, да, и уже внедряемся ему туда костяшками пальцев. Это можно делать разными. Во-первых, просто пальцами, да, находим вот это напряжение, где было, да, и прямо вот так вот его разминаем. Это можно делать, ну, я просто по-быстрому сейчас покажу, с чем мы работаем. Вот этими костяшками пальцев, да, костяшками. Вот этими костяшками можно делать, да, навигацию. Вот этими костяшками можно делать, проводить, как угодно. Запястьем руки, да, проминать можно эти места. Чем угодно. Вот этой выступающей косточкой большого пальца, да, вот так мы проминаем. Вот этим ребром ладони, да, или даже вот эта вот косточка, которая вот, запясть на косточке у нас выступает, да, и ей также можно проминать. любое движение можно делать с отягощением второй руки для начала давайте посмотрим как мы формируем из руки из наших рук инструмент вот для начала это называется лапа леопарда когда леопард или кошачье существо поджимает когетки так до плотно ведь они лежат практически без щелей то есть не видели как кошки массируют до человека мягко лапками делают а когда какие-то не поджали то есть подушечки массируют также мы второй палец стоит напротив большой палец стоит напротив этих пальцев и получается вот есть движение вот такой вот мы щипковыми такими методами до проходимся это может сделать хаотично хаотично по всему телу прошлись пощипали по обжимали далее переходим к технике шестеренки когда мы этими пальцами вот так вот идем это движение очень хорошо делается на больших закругленных областях мышц где еще вот тут можете вокруг плеча вокруг трапециевидной мышцы да вот потом следующее движение лапа леопарда когда мы введем просто продольно из захвата здесь можно вести также с захватом да а упор во что получается когда ведем продольно во что упор получается в пальце да в пальце упираются именно вот эти косточки то есть но я показываю с одной рукой да на самом деле хотите посильнее нажать добавлять вторую руку получается упор такой что остаются красные полосы на теле человека видите очень хороший эффект но вам не больно вот нормально очень многие любят такую знаете получается эффект приятной боли то есть там где давно хотелось это чтобы кожа испытала до ткани человека испытали там это делаем далее смотрите когда у нас две руки да мы опять же эту лапу леопарда но опять это все мои названия олег лагудвин изобретатель техники мы и их ими как бы приподнимаем части тела уберем и целиком лопатку все видите вот так то раз прямо стараемся оторвать его стала соответственно помнишь лопатка нас треугольная да ну как вот такая область нас треугольная да то есть мы ее прошли вот так вот шестеренками потом берем ее и приподнимаем раз два три получается друг на против друга раз . 2 . 3 . до далее мы опять же отводим вот то что мы делали разминания помните вот такие вот разминания они были мягкие теперь он просто усиливаем то же самое лапа леопарда понимаете да те же самые лапа леопарды мы используем для того чтобы вот этот валик мышечный отогнать от позвоночника только единственно что тут движение идет достаточно глубокая поэтому не надо быть регулярно делать надо немножко под углом 30 градусов вот так вот книзу почему потому что здесь идут ребра они вот так вот наше тело хватает вот так вот такой другой поэтому против ребер идти немножко больно мы стараемся межреберные мышцы еще так разогнуть растянуть их тоже понимаете между ребрами таким движением также от крестца мы идем вверх таким движением здесь дополнительно вот еще что мы добавляем как бы мышцы вот так вот в разные стороны да мы как бы начинаем близко а заканчиваем как можно шире пальцы расширяется расширяется близко расширились расширились в данном случае но нам не нужно до конца доходить этих мышечных волокон да нам важно от вот этой косточки их немножко так вот отжать то же самое можно сделать с плечом то сделать заканчивается косточка да мы плечевую мышцу тоже сжимаем тоже таким движением в сторону с расширением да так следующее движение у нас идет уже большой вот эта поверхность сюда мы разминаем всей поверхностью и упор можем сделать вот на эти костяшки идем например продольно вдоль всей спины ни в коем случае только не касайтесь позвоночника еще раз показываю вдоль всей спины но уже с утяжелением видите я подложил руку сверху получается достаточно глубоко прохожусь опять же остаются полосы да можно еще глубже если вы потерпите сделать довожу да вот эта мышца и как бы приподнимаю назад очень приятно человеку июня назад это прицелена мышцы то же самое движение мы делаем с колебанием вот таким помните мы делали вот так с пальцем с одним да то есть движение задается это рукой а это рука у нас как инструмент также сюда внедряемся чем опять можно от копчика пройтись так наискосок чуть-чуть и встать установить себя до на старте на старте где соединяется поддошная кость переходит позвоночник до на старт закрепили руку и начали вот так вот растрясать 1 раз прошлись 2 раз прошлись достаточно глубоко 3 раз прошлись вот видите то же самое в принципе можно делать когда вы с обоими работаете частями тела до неделя пополам по оси тоже сделать одновременно с двумя сторонами это мы дальше будем проходить я покажу также вот это зажим нажим вот этим костяшками да он тут же переходит в эту плоскость это всего лишь для того что если вы не хотите больно давить до меняете плоскость и раздавление получается мягкое то же самое может сделать мягче и шире до либо поставить вот так разворачиваем вдоль своего позвоночника называется движение утюжки как бы утюжим гладим ведь тюжим утюжим утюжим и разглаживаем стороны позвоночника от крестца 0 всего тела вот это движение я называю упражнение нарисовать тельняшку потому что если мы подключим парик пальчики наши костяшки да получается как будто мы на теле увидите нарисовали тельняшку поздравляю вытекли моряк балтийского флота вот надеюсь на теле котельняшку да таким образом мы еще больше разогрели можно но это в принципе все это то же самое да если мы перейдем вот на этих косточки то есть этими костями можно также стяжками точно так же можно проводить и вот в эти стороны во все разные точно так же вот мы взяли вот эти вот утюжки да или вот эти вот косточки и большую ягодичную группу мышц да мы ее хаотично берем друг на друга вот так вот соседим во все стороны видите у меня работает уже весь корпус тела мы принимаем и так и так и по всякому потом от соединения от места соединения поясничества до 5 с 1 с крестцом по вдоль подвлочной оси проходимся опять рисую вот эту шести дошли до сюда и включили вибрацию то есть перешли сразу вот на эти косточки и вот так вот проигрывали снизу вверх эти вот короткие мышцы которые огибают нашу воздушную кость точнее не огибают они здесь крепятся мы из зону соприкосновения вот так она идет по дуге да мы ее при все проигрывали так снизу вверх здесь у нас идет мышцы седалищные которые закрепляются защемляются часто седалишь нервы грушевидная мышца но это же вот этот берем и влащественными движениями проминаем она была достаточно болезненно я вам пока сильно не жму или потерпите я просто пока покажу продемонстрирую то есть мы глубоко проминаем именно эту группу мышц а далее вот тут где крепится шарнирная наша косточка до бедренная вокруг нее тоже обрабатываем также мы используем для этого движения вот эти вот костяшки пальцев большой палец данном случае есть она мешает может оставить может сюда приложить по сути вообще не важно где находится можете так так можно так очень мешает любом как противовес может вам помочь где нужно так ну вот движение кулачками пока на этом давайте остановимся дальше мы перейдем к тоже еще более глубинным техникам глубоким жестким техникам активным а пока давайте закрепим вот это вот движение нашими костяшками пальцев